Знаете, да, что у нас произошло, и по телевидению все видели, что произошел инцидент с автобусом в Москве. Все прекрасно видели, что автобус не тормозя изменил траекторию, уехал в пешеходный переход. Чрезвычайное происшествие в столице – одна из тем собрания трудового коллектива транспортного предприятия. Разбирают здесь и случай с коллегами. Накануне у автобуса 68 маршрута прямо во время рейса оторвался карданный вал, и продолжить путь он не смог. Главный инженер просит водителей быть максимально сосредоточенными, обращать внимание на каждый посторонний звук или вибрацию. Дополнительные меры были по поводу инцидента. Мы дополнительно провели техническую ревизию всех автобусов. Тормозных систем, воздушных систем за эти два дня весь подвижной состав был проверен. Вообще же регламент работы пассажирских предприятий такого, что неисправный автобус просто не может выйти на маршрут. Его проверяют утром и вечером. Однако в дороге, конечно, случается всякое. Мы находимся в боксе частного пассажирского предприятия. Всего в его автопарке 43 автобуса. Но сейчас в разгар рабочего дня здесь находятся 6 машин. Из них две на плановом техническом осмотре, две в резерве на случай серьезных аварий. У одного водителя выходной. Ну а вот этот автобус сошел с линии прямо во время выполнения рейса из-за поломки амортизатора. Пару амортизаторов меняют незамедлительно. Рабочие говорят, это не займет много времени, и автобус снова отправится в рейс. А это уже бокс муниципального транспортного предприятия. Оно обслуживает 9 городских маршрутов. В среднем каждые 25 тысяч километров автобусом делают полное техобслуживание. Пока серьезных происшествий не было, в то же время представители предприятия говорят, что именно сейчас самое опасное для техники время. Именно перепад температур, конечно, влияет от резкого минуса к плюсу. То есть, конечно, все это влияет на систему. Но, тем не менее, мы выходим с положения. И система отопления салона, то есть это тоже проблема существует. А так техника, она всегда будет изнашиваться. Вроде картина благоприятная, но у администрации Красноярска и контролирующих органов остаются претензии к перевозчикам. Мы всем перевозчикам по концу года направили письма информационные о состоянии аварийности и о усилении контроля за работой водителей и кондукторов и техническим состоянием на 2018 год и в новогодние праздничные дни. 54 факта управления транспортным средством с неисправной тормозной системой и рулевым управлением. Все данные транспортные средства были помещены на специализированную стоянку. А также 110 автобусов, у которых выбросы загрязняющих веществ не отвечали нормам. А Ространснадор провел несколько тысяч проверок в уходящем году по всему краю, а также в республиках Хакасия и Тыва. И каждая пятая выявила нарушение. Перевозчикам выписано штрафов почти на 3 миллиона рублей. Ведомцы отмечают, что перед долгими праздниками работа по выявлению неисправных автобусов будет усилена. Анна Московских, Павел Пателицын, Алексей Овсянников. Новости.